От мифа к миру Вопросительный знак от мифа к миру в Баку прошел международный научный семинар на скальная культура, миф, художество, мир литература, литература, поверх барьеров Евсюков Александр Теги, Александр Евсюков, семинар, культура, Баку, события, репортаж. В нем приняли активное участие 42 ученых из России, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других стран СНГ. Инициаторами и организаторами этого важного для научного и культурного мира события стали Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Национальная академия наук Азербайджана, НАНО. Традиции кавказского гостеприимства и четкая продуманность организации мероприятия ощущались уже сразу по прилету. Встретив гостей у самого трапа, немедленно позаботившись о комфортном прохождении досмотра, горячем чае и скором ужине, организаторы сопровождали их на всем пути, готовые прийти на помощь при любой возникшей сложности. 8 ноября в Фундаментальной научной библиотеке НАНО состоялось торжественное открытие международного семинара. Основным языком конференции стал русский. Новый президент НАНО-академик Рами Смехтеев напомнил о том, что уже складывается традиция проведения семинаров, посвященных научной и культурной проблематике. Особенно резонансной стала прошедшая в ноябре 2018 в Баку и в Дубне конференция «Физика и лирика». Значимость темы данного семинара точно и поэтично сформулировал вице-президент НАНО, директор Института литературы имени Низами Генджеви, академик Иса Габиби Ли, наскальные культуры «Караванный путь человечества». Вице-президент Академии наук Таджикистана Карамат Улалимов напомнил, наука и культура не могут существовать в республиках бывшего союза по отдельности, всем необходимо тесно сотрудничать. Ярко и убедительно прозвучал доклад со слайдами Анастасии Костюкевича с Беларуси, на тему «Священные камни Белой Руси», где прослеживались торговые связи Полоцкого княжества и региона вокруг нынешнего Баку. Далее, как река на несколько глубоких рукавов, общий семинар разделился на три параллельные сессии, следы истории и рисунки, сюжеты и пиктограммы, мировой опыт и реальности Азербайджана. Все доклады были значимы и по-своему интересны. Отмечу выступление доцента Людмилы Ставской из Кыргызстана о влиянии Петруглифов на кыргызский орнамент, директора Института истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета, доктора филологических наук, профессора Ольги Советовой о мире нереальных наскальных образов Минусинской котловины, профессора Университета Мгемомит РФ и председателя Московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузара Багирова Ороли Гор, скалы наскальных рисунков в произведениях Низами Гендживи. Нуржан Нарынбаева рассказала об изображениях тотемных животных и семантики мифологем, а Бекбол Нурмуханбитов провел яркую артистичную презентацию опыта использования волонтеров в археологии Казахстана. Светлана Ананьева обнаружила тайные связи Петруглифов и современной литературы Казахстана, Валерий Кольченко рассказал об открытиях новых Петруглифов в Кыргызстане, а доктор исторических наук, профессор Наджев Мусибли провел аналогии и изображениям Геомигаев в ближневосточной материальной культуре. Россию представили известные археологи Надежда Лобанова, поведавшая слушателям о мире образов в наскальном искусстве Карелии, и Максим Меньшиков, который рассказал о находке гигантской каменностелы в виде волка в окрестностях Сочи. А доклад ведущего научного сотрудника Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского отделения РАН, доктора филологических наук Алексея Арзамазова о поэзии народов России в начале 21 века вызвало оживленное обсуждение среди участников семинара. Наряду с интереснейшими докладами о наскальном искусстве, в основном здании НАНА, в Институте литературы имени Низами Гендживи состоялась презентация книги рассказов турецкого писателя и преподавателя литературы Стамбульского университета Бахтияра Аслана время трех скорпионов, написанной в сюрреалистическом ключе. Однако уместить происходившие в привычное слово презентации никак нельзя. Это была тщательно подготовленная научная конференция с яркими выступлениями на азербайджанском и русском языках. В них были разобраны самые разные аспекты творчества Бахтияра Аслана – фольклорные, мифологические, модернистские. По итогам мероприятия будет издан двуязычный сборник. Ведущим конференции и вдохновителем столь оригинального формата обсуждения также стал академик Иса Габибели. Кстати, на этом мероприятии ему были вручены дипломы медали обезбрания его академикам Академии Чингиза Айтматова в Кыргызстане. На следующий день состоялась экскурсия в известный историко-художественный археологический заповедник Габустан, являющийся всемирным культурным наследием ЮНЕСКО с 2007 года. На входе расположен интерактивный музей, несколько лет назад признанный лучшим в Европе. На скалах Габустана найдено свыше 6800 петроглифов, созданных со времен Мезолита до раннего Средневековья, расположенных на территории площадью 3096 гектаров. Это уникальная возможность прикоснуться к многотысячелетней истории не только Азербайджана, но и всего человечества, которое здесь находится на расстоянии вытянутой руки. На улицах города мы часто с некоторым удивлением слышали русскую речь. В Баку русский язык всегда был в почете и, к счастью, таковым остается по сей день, пояснил профессор Абузар Багиров. Люди здесь готовы пойти навстречу с максимальным радушием и гостеприимством. От каждого дня осталось ощущение насыщенной и при этом размеренной несуетливой жизни, теплоты и внутреннего спокойствия. Как признавались местные участники семинара, когда русскую культуру искусственно насаждали, то ей сопротивлялись, а сейчас напротив интерес и тяготение к ней гораздо сильнее. Баку старинный и динамично развивающийся город, который стремится достичь гармонии. Очень рассчитываем на продолжение сотрудничества во всех сферах и, прежде всего, в научной и культурной. Потому что вернуться сюда еще не раз захотелось всем участникам успешно прошедшего научного семинара.